Здравствуйте! Как правило, в каждой нашей программе героям мы задаем вопрос. Как найти свое дело по душе? И очень часто ответ один – искать, пробовать и находить то, что будет по душе. Но сегодня мы решили копнуть эту тему немного глубже и пришли к психологу Прохоровой Елене Владимировне, которая ответит нам на этот вопрос. Но в этот кабинет мы попали не случайно. Елена уже 16 лет занимается вышиванием. Это ее дело по душе. Началось увлечение совсем неожиданно. Дочери на уроках труда задали вышить небольшую картинку. Времени на изготовление мало, а мама всегда готова помочь. Когда работа была выполнена и вставлена в рамку, стало ясно, что это дело нравится, пришлось по душе. Так и началось долгое и кропотливое создание всего того, что сегодня мы можем увидеть в рабочем кабинете. При этом каждое изображение символично, каждый имеет свой смысл и свою определенную терапевтическую задачу. А само дело помогает профилактике так называемого синдрома выгорания, но об этом далее. Не случайно в Екатеринбурге галерею арт-терапии и краски души не так давно украшали многие из работ Елены, да и выставка имела громкое, но оправданное название «Королевское хобби». Скажите, пожалуйста, человеку в жизни нужно иметь то самое увлечение, занятие, дело по душе, так называется наша программа, помимо какого-то его основного рода деятельности? Я считаю, что идеальный вариант – это когда твоя работа и есть твое основное дело по душе. В этом смысле моя работа, психолога, она мне очень нравится. При этом, да, вот у меня существует хобби, которое как бы просто оттеняет еще круг моих интересов, которые основная работа вся не может забрать и воплотить. Ну, наверное, где-то так. То есть идеал – это когда ваша работа и является вашим увлечением жизни, вашим делом жизни. На втором месте – это исполнение детской мечты. Это тот самый ресурс, тот самый источник нашей детской мечты, откуда, собственно, люди черпают вдохновение и смысл жизни. Психолог – это помогающая профессия. Помогающая профессия связана с тем, что мы воспитываем в себе, тренируем определенную эмпатию, которая нам помогает чувствовать другого человека лучше. Понимать боль другого человека, состояние паники, скачки тревоги, апатии, депрессивные какие-то состояния, разочарование и много вот таких чувств, которые на самом деле деструктивны, разрушающие и затратны, выхолощивают. Соответственно, нужно восстанавливаться. И здесь разработано очень много способов, как уделять этому отдельное внимание. То есть нас прямо учат, что здесь не надо все пускать на самотек, не надо надеяться только на свою здоровую психику и свои ресурсы. Ну, это как, знаете, как помыл руки перед едой, что называется. Гигиена жизни. Да, 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 гигиена жизни. И в этом смысле, если у человека все в порядке, у психолога и любого человека, помогающего к профессии, если у него все в порядке в семье, если он счастлив в браке, если у него там с детьми все хорошо, если он не болеет со здоровьем, все в порядке, то тогда ему легче справиться с этими тяжелыми состояниями. Он их может переварить без ущерба для себя. И то, бывает, знаете, очень плотно загруженный день, когда много-много разных чувств психолог в конце рабочего дня в себе содержит, как в контейнере каком-то. Нужно этот контейнер почистить. Мне помогает вышивка. То есть я прямо, знаете, когда вышиваю, сажусь, у меня какие-то вот обрывки разговоров потихоньку из меня как бы выходят. Фраз, состояний. То есть я переключаюсь на то, что вот тку свою ниточку жизни. Но я так тогда понимаю, что синдром выгорания – это как раз-таки то состояние, когда человек в себе это все копит и… И потом становится неадекватным сам. То есть ухудшается резко его личное качество жизни. Здоровье, общее состояние, сниженность настроения. Он становится неадекватно раздражительным по пустякам. Срывается на своих близких, на коллег. А клиентов или там больных воспринимает негативно, что вот тут ходят, что-то требуют. А я уже не могу больше давать. Но поскольку это моя профессия, которая меня кормит, я не могу ничем другим заниматься. Поэтому я вынуждена это делать. То есть вот, понимаете, это уже говорит о том, что человек выгорел. Ему нужно взять творческий отпуск. Или просто отпуск. Ну такой не на недельку, не на две. А посерьезнее – месяц, полтора, два. И вообще переключиться. Это еще очень интересное ощущение. Мне мои картины, мои занятия вышивкой помогают как бы мысленно путешествовать. То есть я вышиваю какой-то определенный пейзаж, а я себе внутри достраиваю эту картинку. И как бы там живу в этом времени или в этом настроении. И в последнее время я уже стала совершенно сознательно выбирать мотивы для своих работ, которые мне бы хотелось оставить как какие-то окна, что ли, куда вот я могла бы раз шагнуть и погрузиться вот в этот мир. Например, картины «Майское утро». Или «Морская глубина». Или вот тема верности «Два лебедя». Или тема двух лошадей. Это вот как бы для меня эта картина партнерства со своим мужем. Ну, понятно. Это про лето. Это вот такое настроение на работу, но не в 21 веке. Для меня это 19-18, возможно, век. Дочке я вообще вышила вот такой вот календарь. Она очень любит кошек. Без чисел только, да? Да, без чисел. На каждый год. Да, да, да. То есть это календарь, да, по жизни. Она просто булавками втыкает какие-то напоминалки себе на определенные числа месяца. То есть это совершенно функционально. Как я уже говорил ранее, каждая картина, находящаяся здесь, имеет свой смысл. Тема семьи и верности, работы и отдыха, задумчивости и маленьких радостей – все здесь. На мой взгляд, она очень терапевтична. И я специально ее в кабинете держу, потому что, когда приходит семейная пара или семья на консультирование, они обращают внимание на эту картину, особенно с маленькими детьми. И я прямо объясняю, что вот здесь вот позиционно, через метафору, описано, как нужно положение, так скажем, каждого из членов семьи в правильном смысле этого слова. Сразу за ребенком находится его мать, и у них связь ближе, чем с отцом. И это очень естественно, когда слоненок совсем маленький, ну или ребенок, так природа заложена. А папа на рубеже внешних границ стоит. То есть мама охраняет и контролирует собственного ребенка. Вот папа охраняет и защищает мать и дитя. А вот там, на заднем плане, еще видите, такие тени остальных слонов. И подразумевается, что это целое стадо. То есть это еще одна ограда, состоящая из близких родственников или друзей этой семьи, которые уже и папу могут защитить. Да, или нации. Есть мнение о том, что, чтобы найти свое дело по душе, нужно пробовать обязательно. Безусловно, просто так по картинкам, по каким-то статьям для себя не определишь, нравится это дело или не нравится это дело. А где найти грань? Если результат материальный, человек ставит перед собой вот эту цель, то тогда грань действительно является вот в этом результате. То есть он достигнут или нет. С другой стороны, результат может быть от самого процесса, то есть удовольствие от самого процесса. И тогда это уже не привязывается, собственно, к результату. И тогда критерием является то внутреннее чувство, какой-то, знаете, раскрытости, гармоничности, внутреннего спокойствия, которое всегда присутствует, когда ты занимаешься действительно любимым делом. Тем, которое, ну, твое. Вот оно твое. Это может быть садоводчество, это может быть, там, охота рыбная ловля. Ну, то есть для горожан, я имею в виду. Вот не зря же сейчас просто бум, обустройство фазент и так далее. Я согласна с тем, что критерии, истинно, конечно, практика. То есть пробовать надо. И в этом пробовании просто чувствовать себя. В этом смысле, мне кажется, перебирать вообще не зазорно. Важен результат в том смысле, нашел ты что-то для себя или не нашел. Тут все средства хороши, и все дороги, если они ведут, как говорят, все дороги ведут в Рим, да, если они приведут вас, в конце концов, к тому, что вы чувствуете, когда чем-то занимаетесь, какое-то свое дело делаете, это я, это для меня, оно вот мое. То в этом смысле, да, вы нашли. Тем мы еще обсудили много. Как пробовать, но не перепробовать. Как разрешить себе эти попытки. Как не поддастся на уловку мнения других людей при выборе своего дела по душе. Как договориться с ближними, если они против новых занятий или смены деятельности. Поговорим мы также и о теме правильного выбора занятия для ребенка и как уже взрослому человеку сделать свой выбор. Но об этом мы поговорим в нашей следующей программе. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok